Все, подвожу итог, о чем мы говорили. Итак, мы говорили с вами о том, что есть рост, когда человек с Шраваном Киртаном занимается, у него выявляется желание служить больше и больше и больше, и тем самым также Кришна дает ему больше возможностей для служения. И если человек не пользуется этими возможностями, то тогда это уже аппаратха. Значит, он отказывается, он не отдает это Кришне. И в какой-то момент у человека появляется настолько чистая чистота внутри, что он может не просто механически что-то делать, что тоже хорошо вначале, он по-другому не может просто, но в какой-то момент от него требуется, что он менял свое эго, не внешне, а эго менял. И для этого нужно понять, что такое эго и что такое истинное эго, и эго-слуги. И сознательно делать эго-слуги, и не делать ложное эго. В этом технологии. Если человек это делает, анардхи уходят, потому что он как слуга поступает. Он служит Кришне. Он не психолог, который там нет, он бхакта. Для того, чтобы служить Кришне, чтобы Кришне нравилось его подношение, там должно быть меньше вони от ложного эго, и больше истинного эго, аромата сознания Кришны. Это ради Кришны он делал, для его удовольствия. Поэтому он преданно начинает изучать, а что же такое ложное эго, и оказывается, так я постоянно в свою бхакти вставляю ложное эго. Поэтому-то эффекта нет никакого, ну серьезного на этом этапе. Поэтому узнаем про ложное эго, выяснили, да, по бхакти вонат-такуру, выяснили, что самое главное – это характер. Поганый характер. Гордиться, презирать других, притворяться, и без интернета жить не могу. Вот этот характер, вот этот осел, там это ложное эго, разные варианты принимать. Этот осел, это ложное эго порождает негативные эмоции, которые мучат меня сейчас. Негативные эмоции. И из-за этих негативных эмоций они меня и мучат, и Кришна не может там поселиться. Хорошо, а как выглядит истинное эго? Истинное эго – это Шаранагати. Человек ведет себя как слуга, и эмоции Шаранагати, одна из них, самое главное – это благодарность. То есть преданно всегда благодарит. И при том, почему он видит, за что благодарить? У него глаза, он видит, Кришна заботится обо мне. Поэтому, когда мы говорим о практике, это значит, что мы сначала должны увидеть ложное эго до какой-то степени, какие-то актуальные свои вот эти вот эмоции негативные, программы, которые нами движут. И параллельно с этим практиковать благодарность и в идеале замещать эмоции ложного эго эмоциям благодарности. У меня есть таблица, сейчас мы не можем тренировать это, но если хотите, я потом в одну из суббот просто вам могу эту табличечку показать и просто потренироваться можно. Потренироваться можно во всех этих штуках. И чтоб хинокасуру замечать, классно его замечать, когда обсуждаешь и вот так, и вот так, вообще очень здорово это будет. Про эмоции, начинаешь эти эмоции видеть, видеть, как оно тебе мешает, это все очень стимулирует. А потом, а как благодарность, а вот за это, за это, за это практика благодарности. И потом практика того, как замещать эмоцию негативную, как замещать ее благодарность. Тоже табличка такая есть, тоже это практикуется. Это будет на школе, на ШДМ, это будет целый курс для учеников Госвами Махараджи. Надеюсь, что это будет доступно для всех, но мы тоже можем потренироваться.